Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ПЕСНЯ Добавил DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Прежде всего хочу поблагодарить еще наших девчих Бога за такое замечательное пение. Продолжение следует... 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 но в дальнейшем он свое образование богословское получал уже в Московской Санкт-Петербургской семинарии и потом Академии. И он у нас такой особенный человек, кандидатское образование, именно представитель Санкт-Петербургской школы. И остальные шесть кандидатов, которые преподают у нас на Богословском факультете, они выпускники Богословского университета. И сейчас также пять человек у нас проходят, трое человек, извините, проходят в дальнейшее образование Московской Духовной Академии. В магистратуре еще пять собираются поступать в магистратуру в Санкт-Петербург. То есть Богословский факультет, он на уровне церковного образования, он, нужно сказать, занимает хорошее место. То есть мы даем хорошее образование, чему свидетельства ученые степени. И также можно сказать, что по классу, что двое из наших учеников, выпускников, также обучаются сейчас в Европе. Вот один в Греции и один в Франции. То есть знания гуманитарные, знания общие образовательные, которые дает наш факультет, они позволяют человеку потом учиться, где он его захочет. Единственное, что нужно приложить, старания и усердия. Все остальное можно дать, здесь на факультете получить. Ну вот опять же, если про педагогов, можно сказать, что у нас около 20, но в среднем, так, 25 профессоров, преподают 25 педагогов. Из них 4 это докторов, докторов наук, 17 людей с ученой степенью кандидатов наук. И факультет, могу сказать, дает очень хорошее гуманитарное образование. Гуманитарное образование в сочетании с богословским образованием. Поэтому, если у кого-то есть и желание к нам найти, надеюсь, что мы можем дать то, что человек именно хочет в рамках православной традиции. Если есть какие-то вопросы по именному богословскому факультету, то когда мы пройдем на факультет, вы можете задать их, и я бы на них отвечу. Спасибо. Вопрос с этапомерными. Возникает в следующем вопросе, кого, собственно говоря, готовят, кого выпускают. Здравствуйте. Какой-то, кстати, приведет, я сказал, что здесь, ну, просто выдует мнение, что богословское образование, оно нужно только лишь пусским специалистам, священнослужителям. Но, естественно, как раз цель не только подготовка священнослужителей, но подготовка богословски образованного, подкованного, православного человека, который знает свою веру, который может вникать в традицию, и которую он может способен передавать ее другим. Это может быть и священнослужитель, это может быть и преподаватель православия на разных уровнях, в средней школе, даже в высшей. Но это может быть и православный человек в любой сфере деятельности. Православные, грамотные, богословски подкованные люди нужны на месте. Должны нам и богословские образованные журналисты, и работники социальной сферы, и политики, и чиновники, и силовики. Для всех это будет большой пользой и непоспорно. Это возможность как раз и богословских предметов, всем желающим традиционным. И есть форма учебы у нас, по-моему, дневной, еще и заучек. Так что я сообщаю, люди имеют, возможно, в любом случае, что-то знание прообщается. Еще один менее значимый, более красивый факультет у нас церковного веяния и педагогики о его деятельности расскажет Аплодисменты, Виктор Маколаевского. Спасибо. Все собравшиеся, гости, студенты. Ну, во-первых, для нас это репетиция сегодняшняя прошла как репетиция к экзамену. Вот в таком виде, в такой форме у нас каждый год проходит выпускной квалификационный экзамен. То есть это дирижирование вот таким форм. Ну, немножко о форме хотелось бы сказать. Конечно, это действительно, правда, Слава Геннадьевич, уникальный форм. И это сокровище, и достояние, в общем-то, потому что это как учебный форм, так и действующий форм, который поет на литургии на всеночном денье, каждое свое воскресенье. И каждый день практически ансамбль, ну, можно услышать пение этого хора в монастыре. Также это концертный хор, поскольку мы принимаем участие во всех мероприятиях городских и международных. Очень часто, ну, не часто, но, по крайней мере, выезжаем даже за границу, ездят по русские поездки, где всегда с радостью принимают выступления нашего хора. Ну, и немножко хотелось бы сказать о внутренней жизни, о учебной жизни. Также, как и на богословском, у нас происходит соединение светских предметов и церковно-петческих предметов. Уже с 1998 года мы пришли к выводу, что, чтобы сохранить вот это сокровище церковное пение, церковное искусство, необходимо его передавать детям. Поэтому еще одним направлением подготовки студентов стало педагогическое направление. И мы, помимо профессии рейд-церковного хора, готовим еще преподавателей воскресных школ. И также в нашем учебном плане есть предметы методики и теории преподавания основ православной культуры. То есть есть возможность преподавания вот этих предметов в школах. Ну, учебное время рассчитано так, что и после утренних богослужений студенты проходят в классах, в аудиториях свои занятия, дневновые занятия, и занятия по церковно-петческому, по церковному уставу проходят. Вот. Ну, в общем-то, жизнь наша, не как в песне сказали, там, в приказе шить и потолок когтить, а, в общем-то, достаточно такая насыщенная. И востребованность студентов достаточно большая, потому что все, кто закончил наш факультет, трудоустроены и работают по специальности. То есть это рейд-церковные приходы в Волгоградских и не только в Волгоградских. Мужчины, которые закончили наш факультет, некоторые положены в Сан-Диакон и служат из других епархий тоже. Ну, вот, наверное, вопросы тоже, которые вас будут интересовать. Мы приготовили вам публики, если кто-то интересуется, мы можем вам дать эти публики, где будет информация о том, как будем проходить вступительный экзамен. Обучение на факультете 4 года. В этом году мы также открываем заочное отделение для тех, кто хотел получить профессию, не отрываясь от своей профессиональной деятельности. Ну, и специальность тоже у нас очень хорошо сочетается со светской профессией, любовь, потому что, как правило, это работа выходные, суббота, воскресенье. То есть это и в храме служить, и с Богом быть рядом вместе, и в то же время какую-то профессиональную работу осуществлять. То есть мы тоже приглашаем и будем рады всем желающим поступить на нашем публике. В этом году у нас три выпускника, а на следующий 12. Так что форму надо пополнять. Спасибо. Ответования к поступлению у нас не жуткие. У кого недостаточно музыкального образования, мы помогаем. Поэтому есть двухгодичные курсы подготовки для поступления на наш факультет. Значит, чтобы поступить на факультет университета, необходимо вокальное прослушивание пройти, и программу по фортепиано и дилишизму. То есть это, в принципе, для людей, закончивших музыкальную школу, вполне приемлемо. Здесь слева вы видите выезд, по которому подготовил наш преподаватель, германах Клинин. Он у нас преподает историю русской православной церкви. Также, я бы говорил, что он гостик нашего факультета, который, в дальнейшем, зачитывал диссертацию в Московской духовной, когда вернулся к нам, сейчас преподает в русскую православную церковь. И является заведующим отеца полуфорфорта. Вот он, то есть, в одной из аудиторий, можно пройти, можно я вам дальше покажу вам. Вот он, прямо аудитория третьего курса и аудитория четвертого курса. Ну, практически все аудитории оснащены комбинционерами. Наверное, в этом установлено, на этом я могу сказать вам следующее. Что, кто из вас желает именно поговорить со мной, с деканом Богословского факультета, об образовании Богословского факультета, я предлагаю вам остаться здесь, на этом этаже. Кто хочет поговорить именно с заведующим деканом Богословского факультета, вы можете спуститься. И мы останемся сейчас в аудитории и поговорим с вами именно о вашем возможном образовании на Богословском факультете. А кто планирует вырог учиться на Богословском факультете, можно спуститься будет сейчас. Идни Викторовна. Спасибо большое. У нас тут патриот Московской патриархии, они у нас не будут существовать. На очное отделение у нас на бок сразу будет происходить в университете. То есть написано 5 лет. Нужно нам сказать, что очное обучение 4 года у нас. 3 года. Заочное у нас также оставалось, что, как правило, берут уже через духовное училище, но это будет называться уже курсы. И здесь уже именно туда пойдет человек, сразу на факультет, либо на заочное отделение, либо на курсы, будет зависеть от воцерковленности человека, прежде всего, и от уровня его образования. Потому что раньше училище играло такую форму, первоначальная ступень. Потому что мы все не имели никакого духовного образования, и сразу идти было в университет, и вполне логично. Училище давало то, что раньше получали люди в воскресной школе. То есть знания катехиеса, библейской истории, таких знаний общих церковной истории, русской православной церкви. И плюс это, когда я учился, мы каждый день ходили на богослужение утром и вечером. И это был такой курс, так скажем, молодого бойца, как в армии. А это был такой годичный курс, который давал первоначальную подготовку. В дальнейшем уже в университете это прозревалось. Сейчас уже мы не можем в такой форме оставаться. То есть если вы планируете очень учиться, то вы однозначно можете подойти уже на факультет. Единственное, что, конечно, нужно будет с каждым вас отдельно общаться. Что касается заложенного образования, что у нас оно двухэтапно, что есть у нас этап. Это курсы богословские в духовном училище, и потом в богословских факультет. Ну, это все, что я хотел бы внести, какие-то пояснения. Все у нас, как правило, живется в индивидуальном порядке. Поэтому, если какие-то есть вопросы, нужно будет приходить с нами, общаться. Что касается, наверное, сайта. Сайта, если вы знаете, у нас сейчас не работает, там, ну, это технического характера, мы будем заработать в ближайшие дни. И если у вас какие-то вопросы будут, лучше писать на e-mail. Потому что телефон, он у нас будет работать на время приемной комиссии. То есть где-то вот с июня месяца у нас заработает. То есть телефон указан, и он пока работать не будет. Либо, если у вас действительно сейчас будет вопрос, я могу оставить свой телефон, и через этот телефон контактный мы с вами потом определимся с формой вашего дальнейшего обучения. Ваши вопросы. Теперь я готов выслушать и ответить на них. Так, на заводственном отделении на сколько у тебя это было времени? Заводственное отделение, ну, смотрите, у нас есть духовное училище. Это у нас два года на заводчине. То есть оно все-таки будет у каждой, да? В этом году будет. В этом году будет, и на ближайшее будущее тут нет пока у нас точно ясности. Но мне просто нужен конкретный вопрос. Вы насколько воцерковленный? То есть как часто вы ходите в храм? Да, апостол читает в храм. Апостол читает в храм. У вас какое образование уже есть? А, ну, два средних медицинских. Два средних медицинских. Ну, сколько лет вы уже в церкви, к примеру? Ну, года. Года три, то есть. Года три. Ну, в основном, как с деньгами. Ну, я вам просто сейчас не могу гарантирует, что у нас с отцом, не только с отцом, а с владыковым, еще этот вопрос с ним точно не решен. Потому что он всегда требовал, чтобы мы брали через духовное училище на Богословской факультете. У него было такое требование. И тут независимо даже от того, что мы хотим, может ситуация измениться. Единственное, что можно будет подать прошение на университет, а там уже как получится. То есть на Богословской факультете, если не получится, если уже ситуация так сложится, что никак по-другому, просто все это индивидуально в порядке, что вы хотите по окончанию образования. То есть если вы хотите быть священнослужителем, то лучше вообще очное образование получать. Потому что заочное образование, хотим мы, не хотим, оно не дает того, чтобы дает очное образование. Это всегда так. Это закономерность. Вот. Поэтому, если вы еще молоды, и, как сказать, есть, если у вас семейных таких обязательств нет, то лучше... А если нет возможности, то что, если одно, тогда... Ну, тогда надо, конечно, думать о Богословском факультете, о заводочном образовании, писать на него вопрошение, а там уже как совет именно ректора факультета и директора, значит, полного училища, как будет это решено. То есть думайте сами, что готовы вы столько времени уделить. Ну, опять же, что... Два года это короткий срок, к примеру. Пять лет это большой срок. Два года можно отучиться, например, и все, и оставить на этом образование. Пять лет это срок, который нужно пройти. Поэтому можно сказать, что если нет в планах рукоположения, потому что иметь уровень образования в бакалавре минимум, это требование к священнослужителю. То сейчас не рукополагают, если нет такого образования, высшего образования, начального высшего образования. А если это для самообразования, то можно начать всегда вот с курсов, для того, чтобы сориентироваться и в дальнейшем уже идти дальше, знать, что мне нужно, например. А в смысле, вы полагаете, если нет детского высшего образования? Нет, если нет, то церковного. Да. Я просто хотел отметить, что у нас нету каритации на данный момент, и вопросы каритации всегда у нас стоят, нужна она или не нужна. Потому что практически все церковные учебные заведения не имеют аккредитации. То есть не дает диплом государственного образца. Это нужно учитывать, что мы готовим кадры для работы в церкви. И внутри церкви это признаваемый диплом. И наоборот, светский диплом, он не считается, не дает права на рукоположение. То есть если вы планируете, в перспективе думаете, чтобы стать священником, чтобы служить в церкви как священник, необходимо именно готовить себя к богословскому факультету. А если у вас задача получить первоначальное знание, можно начать с курса, чтобы сориентироваться. А заочно тоже вкладываешь, да? Заочно, да, вкладываешь. Индивидуально, но в течение недели я здесь бываю на факультете. То есть у меня, кроме среды, я практически всегда дебываю. Но лучше понедельник, вторник и четверг. Ассо? Ну, я могу вам оставить телефон, чтобы рандеву назначить. И там уже можно будет договориться. Но, как правило, лучше во второй половине дня, к примеру, в два часа. Потому что в первой половине дня бывает какая-то занятость, естественно, в факультете. А потом во второй половине дня можно именно заняться вопросом абитуриентов. Ну, то есть, классически, да, два года училища, да, и потом в четыре года, то есть, по пять лет, в заочный порядок. Ну, так, да. Пять или четыре года? Пять-пять. То есть, тебе это? Ну, заочный, да. Очно четыре года. То есть, разница большая получается. И без училища, да? Без училища. Ну, единственное, что у нас бывали исключения к лицам, у которых есть ученые степени. Потому что у нас приходили учиться люди со степенями кандидатов, ну, да, с магистров. И мы брали уже на курс на третий курс. То есть, мы можем брать на курсы выше. Единственное, что там есть свои плюсы и минусы. Потому что первые два курса, это одни из курсов, где мы даем, преподаем много дисциплины специально, богословски. И поэтому скакать через курсы, оно нехорошо. То есть, если нет задачи просто получить тепло, если есть задача учиться, лучше такую задачу иметь, лучше не торопиться. Потому что, ну, оно кажется, это много, а это не много, это 5-5, это совсем чуть-чуть. Вот. А здесь сама важна постепенность. То есть, знания не требуют постепенности и периодичности какой-то, да, то есть, последовательности. Потому что, все-таки, примеры, когда пересакивают через факультет, они, это бывают всегда какие-то пробелы по образованию. Еще вопросы? Да. Нормальный вопрос. Количество мест для поступающих в училище ограничено? Нет, не ограничено. Не ограничено. Еще так же, что у нас училище, мы берем туда всех, и за образование в училище оплачивают ЕПАКХИ. То есть, ЕПАКХИ я финансирую. Училище за училище, да? Училище, да. Факультет, ЕПАКХИ я оплатил только за очное образование. То есть, за очное образование оплачивают сами студенты. А сколько стоит? Ну, приблизительно, ну, так сказать, это 18-20 тысяч в год. Да. А будет повышаться наносить? Ну, я думаю, вряд ли. То есть, это одна сумма, которая, думаю, на данный момент, у нас была тенденция понижать ее, но, я думаю, это то, что будет приблизительно такая и не останется. Потому что у нас нет задачи зарабатывания денег, то есть, нет задачи, чтобы учебный процесс у нас существовал. И поэтому такая сумма, она нацелена для того, чтобы сам научный процесс, учебный процесс на факультете был и плюс научная работа велась. То есть, из этих денег мы ведем научную работу на факультете. То есть, конференцию устраиваем, приглашаем педагогов, профессоров, вот, поэтому вот эта сумма, она всегда подключаем. То есть, если это для какого-то вопрос финансовый, сразу нужно думать, что если образование такое бесплатное, у нас это вот училище. То есть, можно без проблем туда пойти и понять, насколько нужно потом вообще учиться. А вот такое образование, ну, выше заученной, ну, и вот в такой форме у нас пока существует. Вот. А сессии два раза в три? Сессии у нас две установочные сессии. Да, осень. Весна, летовая, осень, зима. И одна сессия чисто экзаменационная, это весенняя сессия. То есть, где-то в середине осени у нас проходит сессия, где только вычитываются предметы. Зимой уже сессия соединяется две вычитывающие предметы и экзамены зачеты, а весной только экзамены зачетов, но если не будет каких-то накладок. При этом на факультете пишется, у нас очень важное место занимает, это курсовые работы. Это часть учебного процесса, и это то, на основе чего мы учим людей мыслить, работать с информацией. И вот на заучном отделении со второго курса начинают писать курсовые работы под руководством научных руководителей. У нас направление, по которым пишут-пишутся курсовые работы, ну, это все, что касается церковного образования. Русская история, русско-православная церковь, 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 священное писание, патрология, сравнительное богостое, догматическое богостое, все отрасли церковной науки у нас не выражены на писание курсовых работ. Ну, это сложность. Вообще, вот, написание курсовых работ, это одна из таких сложных моментов в нашем образовании. Дело в том, что мы требуем от наших студентов, и то, что как-то отсеивают, может быть, внутри именно обучение и самих обучающихся студентов. Но в дальнейшем именно из курсовых работ вырастает дипломная работа, именно с этими дипломными работами потом уехали в Академию Московскую, разрабатывали дальше, писали кандидатскую диссертацию. Вот, потом вот двое из нас поехали в Европу. Александр Ларионов учит сейчас в Греции, опять же продолжая эту тему, которую он начал здесь. То есть, это уже самостоятельная научная работа. Она и, ну, богословский впредь дает навыки такой работы. Поэтому, если есть способности именно такому научному творчеству, то здесь все перспективы, это развитие. А вот по миссионерству как вообще? Миссионерство, ну, вот у нас этим будут заниматься курсы. То есть там будет существовать специализация по миссионерству. Миссионерству. А сам факультет, он, ну, может быть, до этого был более академического характера. Сейчас, конечно, происходят определенные изменения, и работа вот такого миссионерского характера, она будет осуществляться за счет работы вместе с отделом, катехизат, миссионерским отделом епархии. Вот у нас сейчас человек новый появляется, товарищ мой Евгений Корчагинов, кандидат в философских науку. Наукун будет работать, будет активно работать у нас на факультете. То есть студенты будут привлекаться к работе миссионерства. Вот. И здесь, что еще сказать, ну, вот такое, более в практическом русле у нас будет идти миссионерская подготовка. Потому что теоретические знания мы дадим, которые будут студенты. Единственное, что нужно будет знать, иметь навык работать с людьми, с аудиторией. Ну, это тоже в процессе обучения дается такими моментами. А, как это будет проходить? Ну, в салат, в салат, в салат? Это какая-то поездка, там все... Я на данный момент, чтобы на этот вопрос, не смогу вам ответить, потому что это только у нас сейчас появилось. До этого у нас миссионерство, он как такого и сочетал. У нас студент тут занимался именно деятельностью образовательной, то есть получал знания, и он ходил на службу, в благослужении. Участвовал в конференциях научных. Ну, такого, мне говорят, более такой закрыт академического характера у нас в образовании. Что касается уже миссионерства, это уже было на личной инициативе с дня. Кто бы этого хотел, он бы занимался. Ну, и так, если вы не ездите, если вы ходите, то он может, да, поехать там? Конечно, да. Но это приветствуется, наоборот. То есть, вы обегаете от деревьев, трубая, да? Вообще, это пуль. То есть, я, как бы, вам сейчас говорю, интереснее, о перспективах. Если, например, имел на руках какие-то факты, я могу бы исходить с фактов сказать. Но сейчас я говорю о перспективах нашей работы на следующий год. Вот. Но вы, если вот, не знаю, на факультет у вас, у вас будет сразу либо в училище, это будет организовываться именно образование вокруг этой направленности. Либо катехизация, бессодетство, преподавание в воскресной школах, работа с молодежью. А вот с другими мысами как-то вот здесь открыт какой-то связь? Есть, да. У нас, ну, наиболее активно мы сотрудничаем с историческим, ну, так, не знаю, как историческую, или это уже нету, с Волгу, с Николаем Дмитриевичем Барабановым, это наш руководитель, и большинство из наших кандидатов на богослове, это его студенты. То есть, у нас есть своя научная школа, посвященная, и здесь разрабатывается такое направление изучения, это история Вселенской Церкви, то есть греческая традиция, патрология, патристика греческих отцов. То есть, поэтому у нас на факультете уделяется большое внимание греческому языку, ну, может, не настолько, сколько хотелось бы, но подготовка такая и есть. И у нас есть византийское общество, в котором участвуют студенты нашего университета, Волгоградского государственного университета. А другое сотрудничество, активное у нас с педагогическим университетом, но уже по уровню больше русской филологии и литературы. Это отец Владимир Тупиков, директор духовного училища, этим занимается. Потом, ну, вот с Евгением Александровичем, Евгением Владимировичем Арчагиным, мы будем заключать договор с Угоркозом, я точно не помню, как он называется, университет сейчас, будет у нас сотрудничество вестись. Николай, ну, какой вопрос Вы понимали? Пусть идики. Хорошо. Кто еще? Я Вам хотел бы задать приностранные языки, то есть, вот, начиная с греческого и... Ну, у нас много иностранных языков. Мы изучаем три древних языка, ну, и один современный. Три древних языка – это древнегреческий у нас будет изучаться, на протяжении всего обучения точно. Год у нас латинский язык, и три года у нас будет иностранный язык, современный. У нас один язык, который называется, иностранный. И плюс еще древнееврейский у нас. А суббирь? Только, ну, на данный момент только английские у нас группы есть. Но вообще у нас есть педагоги, которые могут преподавать французский язык. Наберутся ли группы, как правило, думаю, у нас не так много студентов, я не знаю, наберутся ли группы на иностранный язык именно, а вот другие. Ну, как дополнительные, может быть, они будут существовать. Если есть наши образования, то при учете здесь группы, например, перезащитываются. Да, надо будет перезащитываться. У вас как правило, что образование? Волгограде физика. Ну, правда, я не знаю, сколько у нас будет пересекаться. Там были там, где тоже какие-то попадались, не знаю. А вот это достаточно просто. А вот если в училище, когда встретил специального образования, сколько же вычислить, то есть, что это не надо. Ну, там у нас практически нет таких нецепных, которые пересекаются. Ну, там, может быть, русский язык, разве что бы уже, но... Ну, русский язык, но еще профессионально все. А как там у дисциплины, они все специального характера. Церковь за славянский языком, благослужебный устав, библейская история. Практически ничего не будет пересекаться. Может быть, потом уже в университете что-то будет пересекаться. Ну, ясно. Какие еще есть? Право-ски вакуру, господи. Право-ски вакуру похож. Если коллегам моим по поступлению, может быть, нужна консультация, то вот я как специальный философский язык всецело могу практически помочь, даже вплоть до редактирования сайтов. Потому что куда-то я выходил, и стал возмущаться, что они там забитые стоят. Ну, надо же использовать это. Вот у сестры есть, по большим потенциалам философские и нравственные. Ну, по части забитые поставить. Я согласен. Я думаю, тут необходимо будет помощь наших опытных прихожан использовать в нашей жизни. Ну, единственное, что нужно будет тогда организация, чтобы какая-то была, чтобы это все было организовано, распределить обязанности. И я вас тогда, ну, можно будет обменяться моими телефонами. И тогда абсолютно, какая форма возможна сотрудничества. Потому что, ну, Слав сразу скажет, что я вернулся на должность декана 2-3 месяца. То есть я долгое время отсутствовал здесь, вот вернулся. И поэтому не все ситуации это владели. Чтобы я мог, ну, первый философский сейчас на пальцах все объяснить. Ну, и вот это, у этого свои плюсы и минусы. То есть там можно что-то выстроить, что-то поставить. Ну, и опыт, который у меня есть, мне показывает, что необходимо использовать все возможные силы, которые существуют. Поэтому я вам благодарю, конечно, если вы сможете. Мам. Единственное, что будет тогда, ну, телефон, мы поставили. Мам. Какие еще вопросы? Слушатели. А вот установочная сессия, как говорится, а начать установочная сессия, она сколько, 30? Ну, где-то две недели. Как правило, не больше двух недель. То есть, все сессии не больше двух недель, да? То есть, получается, три. Одна установочная, зимняя, потом изначально и все. Ну, по поводу установочной, возможно, там больше. То есть, если там одного читают кабинеты, значит, она больше. То есть, две-три недели. А типа две, да? Тоже самое учишься? Да. Ну, тогда, если у кого-то есть сейчас уже конкретно мысль такая возникла, что он пойдет учиться, что можно будет обменяться сейчас телефонами. И потом уже вот через телефон я вам, ну, там дам информацию дополнительное о поступлении, чтобы, ну, нам нужно уже сейчас знать, кто собирается идти. Вот. Так что... Благодарю вас за то, что... А кто уже пришел? Что делать? А? Кто собирает идти, а кто уже пришел? Ну, вот сейчас мы этот... Дорогие братья и сестры, уважаемые волгоградцы, мы сегодня с вами продолжаем наше мероприятие, которое проводил Царицинский православный университет. Конкретно мы проводили День открытых дверей. И я хочу вам представить Царицинский православный университет, систему обучения в нашем православном университете. Наш университет существует уже очень долгое время. В начале, в 1993-1904 году он существовал как отделение при Богословском факультете. Позже, через несколько лет, сформировалось свой факультет, факультет Царицинского пения и православной педагогики. Наш факультет имеет трехступенчатую систему образования. Начинаем мы образование с детской школы, которая при Царицинском православном университете. Это Свято-Духовская церковно-певческая школа. В ней обучаются детки и также люди взрослые, которые хотели бы получить начальные знания о церковной музыке и научиться элементарным певческим навыкам. Также в этой детской школе проводятся и не только церковные предметы, а также и музыкальные предметы. Наш факультет имеет подготовительные отделения. Это двухгодичное училище, в котором первый год поступают абитуриенты, учащиеся, которые не имеют музыкального образования и обучаются два года. Если молодые люди, парни и девушки обучаются, имеют музыкальное образование, то тогда мы их принимаем на одногодичное училище. И там они получают плюс к классическому музыкальному образованию, также образование специфическое церковное. Это церковно-певческий обиход, это церковное пение, история церковного пения и элементы устава. Учащиеся, которые закончили наше училище, без экзаменов принимаются в Царицинский православный университет. Сейчас наш университет имеет государственную лицензию для преподавания всех дисциплин. Мы имеем всеми степененных преподавателей, которые научную степень имеют. И в университете преподавание ведется как к классическому музыкальному образованию, так и также продолжение специфического церковного образования, в котором мы готовим регентов церковного хора. В этом году мы планируем сделать также заучное отделение для того, чтобы интересующиеся люди, которые уже работают, могли получить также диплом нашего университета, но получившись заучно. Что еще можно сказать об университете? Что очень хорошая практика. Мы на базе свято-духового монастыря находимся, постоянное богослужение, и учащиеся студенты получают хорошую практику, после окончания училища становятся церковными певчими, а после окончания университета становятся регентами церковных хоров. Но нужно, наверное, сказать обязательно о том, что не только у нас церковные предметы преподаются, а очень сильный преподается блок педагогический, в котором после окончания нашего заведения молодые люди могут также преподавать в основу православной культуры не только в церковных наших учебных заведениях, но и также в светских учебных заведениях, в детских садах, в школах, в церковных воскресных школах также. Мне хочется сказать о том, что в наше время это очень актуально и востребовано, и те, кто приходят к нам обучаться, обучение индивидуальное, оно очень, скажем, затратное, но после окончания всегда могут учащиеся студенты найти себе применение, потому что мы знаем, что возрождается традиция нашей Святой Руси, и все студенты, которые заканчивали наш вуз, они очень востребованы, и не только в нашем городе, а к нам приезжают обучаться из всех регионов нашей России, и также они после окончания также разъезжаются по всем-всем дальним уголочкам, но быстро находят себе применение, так как это очень редкая профессия, и также получая классическое образование музыкальное, они являются специалистами широкого спектра. Сейчас обучение происходит у нас, раньше было пятилетнее обучение, сейчас четыре года, это по баллонской системе бакалавриат, за четыре года получают они диплом бакалавра, специалист, это значит специалист, дирижер церковного хора и преподаватель основ православной культуры. Мы всех приглашаем в наш университет попробовать свои силы интересующихся, любящих и церковную музыку, и вообще музыкальное искусство. Приглашаем вас попробовать свои силы поступить в наш университет и быть полезными нашей России для того, чтобы возродить жизнь России в наших лучших традициях. Приходите, мы будем вас ждать и с удовольствием попробуем принять вас после экзаменов на обучение в нашем Советский Православном Университете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...